Телеканал КРТ представляет Мы хотим поздравить вас, как всегда, с праздниками Эта неделя посвящена масленице, вкусных вам блинов Также вспомнить, что, скажем так, отмечали недавно или не отмечали 23 февраля Или отмечали и не отмечали Кто-то отмечал, кто-то поздравлял Ющенко с 23 февраля, это тоже был вариант У 23 февраля у многих было свое, но было Ющенко-пчелы поздравляли, они возле него роились Роились? По классике Ну вот смотрите, как бы, все бы и хорошо, но вот начнем мы наше обсуждение с того, что официально Отмененный праздник 23 февраля вырвался в лидеры запросов Google из Украины Вот мы видим, страна Юэ, декоммунизированная 23 февраля, вырвалась в лидеры запросов Google после этого Я думаю, надо декоммунизировать Google после этого А вот мне кажется, интересно, а может... Вас поздравляли? Да А вас? Меня только Google поздравил Так и Кирилл себя поздравил всех Сам себя Я видел такое, да, Кирилл? Может, ты себя еще самолайкнул, признайся, он в этом же паре Знаешь, если сам себя не поздравишь, так потом ходишь весь день как оплеванный Поэтому тут вариантов не много А может, многие искали 23, чтобы как бы так поздравить, но к чему привязать? Например, Держденя Ющенко Я думаю, Кирилл просто ждал, когда начинает шашлычный сезон, понимаешь? Вот на самом деле он просто расчехлил шампура Вот мы видим Google Trends, да? Как у нас 23 февраля свято, 23 февраля Украина, поздравляю с 23 февраля Италия сразу Знаете, кто побил вот эти вот запросы в Google? Это те, кто ищет стишки и картинки, которые шлют потом тебе ее в личку, понимаешь? Вайбер, во все мессенджеры Потому что они думают, что если они тебя поздравили в одном мессенджере То надо во всех Надо во всех просто обязательно Саша, ну мне еще нравится, 23 февраля, смотрите, первое по поиску «С днем Ангела Валентин» Сколько у нас Валентинов и все из них ангелы Или может быть просто у нас, знаете, некоторые люди, вот как начали праздновать День Святого Валентина Вот так он продолжается до 8 марта Это еще и серия, что эстонский спринт разосадился на старте и был сбит кеницами, бежавшими круг почета Там можно надолго растягивать Ну, не, ну кто-то, наверное, так, знаете, методично готовится к 8 марта У нас же, у нас даже День Святого Валентина, это же подготовка к 8 марта, по сути А 8 марта, это подготовка к 9 мая Вот Ну и так дальше Да, то есть мы вступили в такой вот супер праздники Кто-то дарит одну сережку, любимую на День Святого Валентина, а вторую на 8 марта Да, ну это удобно А промежутки И надо тоже, что, носочки Гель для душа Носочки-то уже можно и безначесно, так как погода позволяет Вот, посмотрите, мы видим, как бы, прекрасное лицо нашего министра образования Которая решила, что нужно убирать совершенно абсолютно советское наследие Вот, в названии и должно быть в предметах место защиты Отечества Решили изучать защиту Украины Все бы ничего, я думаю, связано или не связано это с праздником Вряд ли это появилось, как бы, исключительно в связи с тем, что бьют запросы через поисковики Но, в целом, как бы, новости совпали, да? Все совпадения случайны Да Очередная инновация от нашего министра Новосадщина очередная Как вообще? Новосадщина Новосадщина, да То есть есть старый сад, есть новый сад Мне кажется, на самом деле, было бы неплохо, если бы Новосадщина сама хоть что-то изучила Потому что министр бесполного высшего образования, министр образования, это какой-то оксюмарон Да что ли это на бакалаврах как бы? Если вообще это слово доступно Это украинская инновация Инновация это даже, надо сокращать Ну, смотрите, если бы это был самый наш резонансный министр, это было бы еще полбеды Но есть же такие, которые хотят перевернуть не только название с ног на голову, но и сами так могут стать Да, да, а вот мы сейчас еще к этому вернемся Но, мне кажется, вот по поводу этого праздника Смотрите, может быть, просто и не нравится, что там есть слово «батькивщина», да, типа «отчество» День защиты отечества Почему отчество? Отечество? Так вот, может быть, стоит как-то нам переименовать, вот мы, помните, говорили «матьчество», так может нам пора и как бы… То есть феминитив какой-то создать Да, вот, создать феминитив и назвать день, там, ну, урок по защите «матьчества», я не знаю, какого-то «матькивщины» «матькивщины», «матькивщины» Будет другая суперобложка «защита Украины» Ну, подожди, 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 я не думал, что это, может, как на трудах, будут там какие-то табуретки выпиливать Собирать, разбирать автомат, да? Вот Успеть одеть противогаз, пока горит… Свеча Свеча Нет, не свеча, а спичка, Алексей Явно вы далеко от этих разработок, я так смотрю, да Хорошо, давайте возвращаться к тому, какие эквилибры показывают наши министры Я уже вот сказала, что один из полюбившихся нам министров Малюська, министр юстиции Малюська Показал, Малюська, да Как он умеет складываться, хотел сказать, в лотос, но по факту нет Стоять верх ногами И читать еще книжку, между прочим Вот вам и кандидат в министры образования Давайте просто поменяем Министр спорта Кстати, а может это же книжка по ДНЗУ Украины, Педручник Про разработку как раз, методички, да То есть информация лучше воспринимается, когда сверху вниз Вот, и нам напомнили, чем еще этот министр прославился, да, мы помним, как он сидел на столе Мы помним его ногу Руку Руку Да И галстук в корпоративном стиле, посмотрите, главное галстук в корпоративном стиле Да, отсутствие, теперь на голове, а что еще он может сделать? Вот что, чем он нас еще не поразил? Так, удалить тебя из реестров А еще? Ну Он должен что-то еще такое сделать? Вот смотрите, уже рука, нога на голове была То есть, а что, мне кажется, должно быть какие-то продолжения всей этой истории Ну, на самом деле, он еще, я вам больше скажу, у нас, правда, эта новость шла немножко далее Вот этот вот прекрасный министр борется активно с, если вы знаете, с алкоголем И 37 тысяч бутылок водки, да, министр юстиции уничтожал публично Вот что соросята творят Представляешь? А уничтожал публично, это как он уничтожал? Выливал Выливал Выливал, серьезно, вот, переворачивал бутылки и нагло выливал А как же, помните, прошла недавно новость, что... Мог, конечно, выпить все 37 тысяч, а потом еще на голове постоять Знаешь, еще с фразой, смотри, как могу Да, 37 тысяч бутылок водки, как министр юстиции уничтожал незаконный алкоголь Вот, да? Ты спрашивал, какие еще инициативы, видишь, работает человек 14 тонн, 14 тонн алкоголя Интересно, куда это он существует? Кирилл, почему ты там не рядом с шашлыками? Где ты на фотографии? Что происходит вообще? Или ты не можешь на это смотреть? Только за это этого министра уже надо подать иллюстрацию А тут есть другой нюанс Ведь на самом-то деле, где-то там проходила такая, мне кажется, информационный шум или новость Что алкоголь помогает бороться против коронавируса То есть, может быть, это как бы некое уничтожение... Алексей, я тебя назову Алексей Попрыгунт Хватит скакать по темам Я не успеваю так листать ленту Есть у нас... Есть такое буква в этом слове Мы к этому, конечно же, вернемся Британец, на самом деле, британец Сказал, что нашел Вот все ищут, и он тоже в том числе Лекарства Лекарства от коронавируса И он вылечил коронавирус при помощи алкоголя Так что тут, я думаю, что если бы министр юстиции наш, малюшка, плотнее общался с министерством здравоохранения, возможно, мы были бы на пороге открытия, и этот тоннаж, литраж не надо было бы... Министерство юстиции и министерство здравоохранения Это вирус с короной И начнем с того, что в Украине Есть почти тысяча тестов на коронавирус А использовали пока три Как вам вообще? Ну, экономно, мне нравится А как экономно? Потому что остальные просто проверяли алкоголем, мне кажется, да? Зачем нам тесты, если есть там алкоголь? Тесты потом продать, может быть, в Италию вообще А, то есть, тем больше это надо Ты решил поднять ВВП страны как бы сразу А вот тут нашим зрителям сказали, что вообще мы от нашей программы решили Кирилла отправить... Делегировать, да Делегировать в страну коронавируса, в страны коронавируса, то есть, да, такую коронавирусщину То есть, наше противоядие, наш антидот Я понял, вы от меня уже хотите избавиться после чего-то Мы хотим тебя отправить, чтобы ты разведал ситуацию Что происходит с коронавирусом во всяких там европейских странах Буржуазных этих развитых демократий Исследовать, как эти европейцы борются с этой хлорью Вот так вот, вот так вот борются, кстати, показано Вот бабушка, да, мы видим Ты пакет уже приготовил? Да, вот в Италии бабушка в общественном транспорте ехала, надела такой полиэтиленовый пакет на голову Быть на с 90-х там обычно еще клей-момент фигурировал Вот только пакет Ну, на самом деле, не один, еще вот, допустим, находчивые таксисты, смотрите Тоже главное вовремя защититься Вот Ну это, да Кирилл, так ты тоже будешь ездить? И ходить по музеям Ну вот вы смеетесь, вот британцы, британцы, вот мы так посмеялись А вон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, между прочим, блины печет Да Так что в тренде, в тренде Поздравил всех с Масленицей Он же Борис все-таки, он же знает А потом уже Джонсон Все-таки он агент Кремля Ну, слушай, ну не новость, ну совсем не оригинальный Ну... Вот не готовишься ты к программе, заезженный, я уже использовал это Потому что все новое, это хорошо забытое старое Ну хорошо, да вот что Не, ну он так интересно подбрасывал, кстати, я уже даже поел блинчики тоже на этой неделе Удалось тебе? Ну подбрасывать не удалось, но поесть, да Ну старушку обсудили, британцев тоже, а вот в курсе ли вы, что Минздрав Китая официально признал орбидол, разработанный еще в советское время, как лекарство против коронавируса Да Ни у кого там не завалялось какой-нибудь пластины? Нет, я считаю, что сторонники декоммунизации, они должны им пользоваться Нет, сторонники декоммунизации все лечат с зеленкой Извините, бросают людей И марганцовкой Красят, да Нет, ну просто, ну это же советский препарат Это вот... И активированным углем Вот как сторонники декоммунизации могут пользоваться вот этой советской разработкой? А как они живут со своими советскими дипломами, со своими... В советских домах Свидетельскими... Ой, господи С свидетельствами о рождении в советских домах это одно... И советским транспортом метро пользуется Ну и не только метро Знаешь, мне кажется, в конфликте с собой Говорит, очень мне понравилась шутка Говорит, как вам удалось при заполнении официальной декларации скрыть 6 домов, 3 квартиры Чем вы это можете объяснить? Такой скромностью Знаешь, так и тут Вот, наверное, в борьбе с собой Мой память А я не знал, что это советское Ну конечно не знал, кто ж такое узнает Не, просто мне кажется, институт нацпамяти Должен выпустить такую плашечку Или книжечку специальную Какие лекарства нельзя использовать, потому что это советская разработка Ну вот смотрите, мы с вами обсудили про алкоголь Предлагаю еще перейти к очень тоже важной теме Что... Про сигареты, конечно Как же без них Европол и гражданская гвардия Испании накрыли подпольную сигаретную фабрику в окрестностях в Малаге Не туда, не туда? Да, случайно не туда за сигаретками? Да, он там Петр Алексеевич апартаменты И вот нелегальное производство находилось в бункере на глубине 4 метра Да И работали там? Ну, кто там работал, это вы нам сейчас расскажете Вы мне просто скажите, может познакомить и сделать какую-то общую испано-украинскую какую-то там компанию Компанию Да, по поводу борьбы сразу с алкоголем Бункером, который Украина и Испанию соединены? Не, ну подождите, если мы... Это уже получится морской клуб, знаешь, какой-то Если в этом бункере добавить тот алкоголь и сигареты у них есть И малюшку туда И малюшку туда, да Это уже будет секция йоги какая-нибудь Да, новость Потом еще, кстати, можно совместное предприятие поворачивание свинок Ну, хамбончик там Сразу, не выходя из бункера Ты считаешь, что у тебя там подпольный стадион? Свинок вьетнамских Ну, вот вьетнамских это все... Ну, нюанс вот именно вот этой всей фабрики в том, что там работали наши сограждане, да, 6 человек Удивил То есть, и более того, они работали в этом подвальном помещении Я думаю, что они его еще организовали Я тебе больше скажу А ты их критиковал на следе Петра Алексеевича в виде безвиза Они его и организовывают Сергей, а ты не туда едешь? Нет Закрывай пароли и явки, где ты будешь Или ищите меня в инстаграме, да? По геолокации Найдете меня по геолокации Как Анищенко, знаешь, найдете меня по геолокации И там, кстати, у этой фабрики была недельная прибыль несколько миллионов евро Всего лишь Вот Видите, даже на чем зарабатывают На сигареты Кто-то наш премьер-министр обещал создавать рабочие места, правда не в Украине, а в Испании На фабриках подпольных Ну, вот ты говоришь, наши граждане Может, это вот все-таки наши бегут Так, интересно, от коронавируса в Украину или из Украины Они Вот Была же такая штука, что когда в Италии сейчас вот с обострением в связи с коронавирусом Наши же сограждане могут теперь обратно побежать домой Готова ли Украина всех принять? Конечно В Новых Санжарах еще два корпуса стоят Слушай, после ситуации в Новых Санжарах Китай сказал, возвращайте их назад У нас тут получше И некоторые, там же еще часть осталась в Ухане А некоторые сказали, нет, мы знаете, мы подумали Подождите, а Ахмеда самолет выделил, надо же его каким-то наполнить Да, за собачкой Хорошо, но министресса наша скалецкая обвинила СМИ в том, что им не интересны брифинги МОЗ Относительно коронавируса Как вы вообще вот прокомментируете? Почему журналистам не интересны брифинги министра? Так, потому что то, что происходит в Санжарах по месту, по факту, более интересное, чем то, что происходит на брифингах Ну, во-первых, министр сидит сама в Санжарах Ну, потому что мне кажется, что людям интереснее, что им скажет Самаровский, да, который съездил Чем профильный министр, это же наталкивает на размышления, да? Да Поэтому пользуется ли она действительно авторитетом? Может ли она успокоить граждан? Достаточно ли ее веского слова, чтобы... Ну, я видел ее на мордик, не как это называется А может нам подкроют наконец-то новость какую-то? Мне кажется, министра сама может напугать кого угодно своими видами, а журналистов так и подавно... Да не такая же она страшная, ну чего ты так? Ну зачем? Все, министр должна, знаешь, останавливать коронавирус взглядом Я звинуватила ЗМІ у незацікавленности брифингами МОЗ щодо коронавирусу А інформування і про коронавирус, і про його особливості, і про стан захворюваності в Україні, про те, як буде бути здійснювати евакуацію Ми проводили досить багато брифингів Хоча завжди можна сказати, що їх було мало Отакой вот сделали парадоксальний момент, але... Можете чуточку выше? Више, више, више чуточку Що? Нет, да, угу Але... Сейчас я хочу дочитать Щуточку выше Угу Але мені завжди дивувало, чому в ЗМІ вони розходились так погано? Тобто нікому не було цікаво превентивне інформування населення А канали інформування, такі, як пресс-конференції, брифінги, або сайт Не всі знаходять і читають, даже сайт Слушай Сами себе не читають Все вже просто привыкли, що рекомендації в таких ситуациях Йодни Скалецкая, а Ульяна Супрун Она, кстати, дала свої рекомендації по коронавирусу Я думаю, що це крайне важливо Я, кстати, увидел цю ссылку, але не открыл її Уже це первое, що треба зробити Увидел цю ссылку от Супрун, не открывай У мене тільки один запрос Случай коронавируса манту мочити можна чи ні? Манту мочити можна? На протязі На протязі Якона говорила, що можна і на холодному І на горячому І на горячому Наступного Милованова Взять одного із первих Алюську Я думаю, що тут треба в другому Специальному учреждені Делати обсервацію Іх туда ввозити Не трусковець, де можна почечки подлечити Наступного Така прекрасна песня Едь в Гліваху Это кавер на песню Скажем Известной группировки Ленинград В Гліваху В Гліваху Можна отправлять их поочередно Вместе Как захотите А вообще можно было Посмотрите Во-первых Ну я думаю, что в будущем Нужно ребрендинг делать новые санжары Принимать их нью санжары Правильно Так нью вастюки? Ну нью санжары И там уже Сколько надо времени Чтоб туда наш Алексей Светло-Солнышко-Кончарук Доехал на самокате Причем нью сам по-английски Сам анжары Конечно Три слова С легким французско-американским Нью санжары На западный манер Да И провести какой-то Мы же говорим там И провести хотя бы туда интернет Для начала Ну да, можно интернет Вот По крайней мере Два джи или три джи? Ну в Китае же скоро пять джи будет А эти бедалахи Ешечку хотя бы пускай протащат Что ты так? Вот на самом деле Вот спрашивали кстати У наших граждан Которые находятся в санжарах И в санжарах? Да, чем они занимаются Они сказали, что они там интернет читают Значит есть Ну конечно Там телевидение Наверное они следили за результатами Евровидения Мне кажется Это тоже очень важно Можно еще в окно смотреть Ведь вы знаете, что вот прошел как раз Это с колецкой наблюдать Уже отбор Группа Гоу А Да Представит Украину на Евровидении 2020 Группа Пообещала Стараться Вот Мы видим Не разговаривать с российскими журналистами Как он Какие-то они грустные Все Потому что они пытаются Стараются И не разговаривают У них на лицах это написано Во-первых Кирилл не забывай, что их собирают забросить Как и тебя В коронавирусную Европу Им лучше вообще не дышать Не говорить Ну я-то еще успею А они-то ж в май поедут Вот А почему поехали не гранжолы Вы скажите мне Вот это же А где они? Было предложение между прочим От Дубинского Отправить Мы еще к этой теме придем Обязательно Но в случае с Евровидением Надо понимать День рождения Виктора Андреевича когда был? 23 февраля Да Они там и выступили Вместе с пчелами Да? И Зебровым И я только Ирину Верещук видел на фотографии Я тоже Нет Фотографий было много Вся лента усеяна Усеяна Я стоял с Ющенко Возле Ющенко Да Когда был Ющенко Ну уже вот как бы Много В стороне Да Это Снизу Зародилась знаменитая фраза Назрать Майдан Ну вот на самом деле Давайте переходим потихонечку Да А что у нас здесь еще есть Какая новость связана с нашим прекрасным Евровидением С Евровидением у нас будет еще новость прекрасная Связанная с любителями русского рэпа Да И с русскими С русскими в Лондоне Да Ну а кстати А кто-то слушал эту песню? Какую? Вот эту Фаворит от Украины Соловейни называется Такие Меломаны Собрались Лизвиз не отменили А то то не поедут После этой После этой песни Или до Или вместо Ну так что давайте Как раз тогда к песенному творчеству Конечно Парень похожий на сына Порошенко Угодил в скандал Ну и скорее всего это было я думаю Как это специально обученный русский шпион Ну это была первая волна между прочим информирования Похожий на сына Порошенко Конечно Далее мы убедились конечно Что это он и есть Но Первая новость Сейчас увидим новость Да Конечно же была о том Как в одном из ночных клубов Лондона Развлекается Отдыхает Вот Может мы даже можем посмотреть В Лондоне на выступлении известного российского Рэпера Фейс Заметели молодого человека Который похож на младшего сына Пятого президента Украины Петра Порошенко Михаила Порошенко Да Давайте посмотрим видео Это интересно Русские в Лондоне емкость А вы не верите в интеграцию Он похожий Это Это Какая-то страна в Брексите Слушай ну это же Без виза то нет в Британии Да Смеялись что почему-то Михаил прыгает Потому что он ему скаль Да Сразу видно Да Ну так это была первая новость А далее пошли уже Интерпретации Интерпретации Другие ракурсы Да И уже скажем так Все убедились о том Что Это все-таки он Потому что кому-то не казалось Что может это не сын Порошенко Специально закамуфлированный агент Ну Который выскочил на сцену Выскочил да Ну вот То есть Проделан опытным каскадером В домашних условиях Просьба не повторять Ну вот После этого выступления Как раз господин Дубинский сказал что Он Предлагает отправить именно Мишу Порошенко А Вот еще одно видео Где мы видим что все-таки Это действительно он Все-таки он Вот видите Известна эта фраза Русские в Лондоне Да Мы ее уже выучили И кстати Господин Фейс в Украине Запрещен Уже То есть он тут В списках Не въездных Да На данный момент То есть А для Семи Порошенко он въездной Ну Мы же видим Нет Для того чтобы сходить на его концерт Просто каждый украинец Может съездить в Лондон Нам для этого провели Лоукосты Визы Или отсутствие визы Это уже вторично Но по крайней мере Теперь надо не только Выпить чашку кофе В Братиславе Но еще и посетить Лондон концерт Александр Как все нормальные марокканцы Или алжирцы Можно под ла-маншем Нелегально Не знаю Как все марокканцы И алжирцы И на вас водили так Может вас так водили этими тропинками Или вы Потому что 100 фунтов Заботить за визу Это Вот Врачительный Кирилл Да ничего Что Я думаю что он экономный Просто Чрезмерно Но дело все в том Что Вот как раз Как это отреагировали К этой же новости Подожди Но ведь Многие сначала поставили под сомнение Он нет И стали искать какие-то Пруфы Доказательства И вот нашли Как можно вообще в это поверить Что сын главного Можно сказать Националиста В Украине Могилянке вообще-то Вот А он в Лондоне Еще на таких вот Всяких концертах Он же отстаивал Подождите Ценности Армия Мова Вира У нас тоже есть Даже Пруф Вот Видео Армия британская Мова англичская Вира Какая там у них Англиканская Англиканская Все подходит Так что он и раньше И под ДБР приходил Поддержать отца Да И всячески Досказывался Может мы увидим Да там есть Кстати Порошенко так и не сходил На этот На На допрос А дело в том Что может и И сходит Хотя Было же решение Целумить Притягнутый А звук у нас есть там? Скорее Рэпер Фейс привет в Киеве Чем Порошенко сходит на допрос А у нас звук есть? Нет Вот Ну будет без звука Мы скажем так Жестами понимаем суть Сын Экс-президента Порошенко Михаил рассказал Ой Закрылась Да? Да Новость Конечно Когда спрашивали папу Как он ходил Он сказал Что разговаривает Повседневной жизни То есть В его семье Закон Про функционирование Украинской мовы Не расповсюджается Да Но суть там была в том Что он разговаривает Повседневной жизни По-русски Или на английском Ну если он в Лондоне Ну а повседневной жизни Ну Извини и папа По-английски говорит Тут скажем так Все понятно Это Наследственная линия Мы же на самом деле Многие это и голосовали За Петра Алексеевича Потому что хорошо Говорит по-английски И за Яценюка Также голосовали Хорошо Говорит по-английски Это был хорошо Пало Который ведет Каждая дорога Гройсмана Ребятки Ну вот смешно Давайте пока чуть-чуть отвлечемся И перейдем к другим Прекрасным новостям Нет, а может быть у нас еще есть Вот всякие интересные Отображения истории С Михаилом Порошенко Ты хочешь вспомнить про футболочку Да? И про футболочку И как Скажем так Аккаунт похожий на аккаунт Пятого президента реагировал на это О, посмотрите Помните Михаил Порошенко еще когда-то Он учится в Британии Попал вот на эту фотографию С футболкой Раша А помните какое объяснение дали тогда? Что с ним поговорили Что это Кремлевская провокация Нет А как еще? Сказали, что это он фотографировался Для Хэллоуина Ага И типа Потому О! А я думал Аккаунт Смотрите, аккаунт похожий на аккаунт Петра Порошенко Написался Пишай своим сыном Михайлом Який почав героично скакати Після выгуку русские в Лондоне Щоб одразу довести, що він не москаль Алексей, мне кажется это не Хэллоуин Это просто рекламируют спортивные куртки Боска Ну тут все очевидно Но Петр Алексеевич говорил, что это было Вот Они дали тогда такое объяснение Петр Алексеевич готов дать любое объяснение Только не в ДБР А что там еще у нас есть может быть по этой теме? По этой теме у нас ничего уже нет, Алексей Надо переходить к следующей Следующая тема будет посвящена природе и погоде Синоптик Наталья Диденко Рассказала, что в Украину пришел циклон с очень интересным именем Вот мы видим Циклон по имени Юля Похож Который принесет штормовой ветер, дождь и снег Мне кажется я вижу фирменную косу Равай Посмотрите Мой другенький, мне кажется он нам говорит Вот он, вот, вот он Видите? На самом деле я думаю, что циклон идет только для того, чтобы не допустить голосование по земле Как вы думаете? Да Вот я думаю, что он идет исключительно, чтобы показать и ветер и дождь и снег Каждому, кто только посмеет вообще А посмотрите А вот в Европе, то есть у нас Юля бушует Вот где-то там Ксантефи Ксантефи Да какой-то Аннелли Вон там есть тоже Ну были же допустим Это какой-то сексизм, я так думаю Ну их называют женскими именами Ну потому что Ураган, Кирилл Кстати А как ты хотел? Ну так Ураган, Кирилл движется на Украине Ураган, Захар Кирилл? Кстати Андрюха Последний раз Последний раз циклон Юля нам принес, я помню этот Что? Нам принес Звиной гриф Ну когда Паня Юля это это Разгружала таммифлю в аэропорту Борисполь Это было еще лет десять назад Так ты же был еще маленьким и в школе учился, откуда ты знаешь? Кирилл отслеживал уже тогда Он уже понимал, что Ему быть в программе 3К И нужно было бы что-то такое сказать Конечно 3К пишется слитно Не, ну интересно конечно, да? Вот этот циклончик Заметьте, он еще и Крыма хватил Он мы видим Бо патриотичный Бо выбрати на свете Шо завгодно можно сыну Выбрати Треба И любит И теки батькищину Так шо тут На самом деле Так он страшен Потому что если вы знаете из-за урагана в Николаеве На секундочку ребята Прорухло все Кстати не шуточки Мост снесло Мост снесло Раз Городскую свалку С городской свалки сдувало мусор на трассу Что я думаю, что если бы это смотрела Грета Ее бы просто хватил Кондратья Понимаете? Украине огласили бы санкции Вот так что Николаев из городской свалки сдувает мусор на трассу Видео вот у нас есть В общем есть видео очень впечатляющее Трасса, я кажется, это назвать сложно Это дорога Гройсма Это дорога Гройсма Она типичная То есть в общем то то что сдувает мусор это уже такое Вот смотрите мы видим Ну вот типичный Николай Индустриальный город Кирилл Он такой, знаете, мне кажется апокалиптический Абкакалипсис Правда? Абкакалипсис Ну вот так вот если смотреть на это видео То есть ты считаешь, что там можно снимать бешеный Макс Нет, ну посмотри Бешеный Макс мы сейчас к этому еще вернемся Ну посмотри, посмотри, Кирилл, да? Ну это же что-то И никого нету Да, так я об этом и говорю, никого нету И даже мертвых с космами вдоль доль То есть там даже нет коронавируса Нет, коронавирус он такое не хочет Ему такое не нужно Это в твоих теплых Европах, Кирилл, он там обитает Так, возвращаясь к бешеному Максу В Италиях всяких Ребята, это конечно спешно, но астронавт-любитель Майкл Хьюз по прозвищу Безумный Майк Погиб при попытке совершить полет на самодельной ракете Не бешен, не Мэд Макс, но очень-очень близко Он решил повторить подвиг барона Мюнхгаузена? Ну, слушай, на ядре не летал, из болота за косичку себя достать не смог, но вот Тут стоит еще нашим зрителям напомнить, пока вот новость наша открывается Что это как раз тот человек, который верит в то, что земля верил, земля плоская Да, и он считал, что есть заговор, что от нас скрывают, что земля плоская И он пытался доказать это, то есть он строил свои вот эти ракеты самодельные Да, у нас есть ракеты, чтобы его просто на костре не сожгли, тебе не кажется? Ребята, ссылка не открывается, да, у нас есть технические То есть все, то есть у нас современный Жордана Бруно Нету человека, нету новости, все, двигаемся дальше Вспоминали про Великобританию, и хочу отметить в связи с рэперами, да, и концертами В Великобритании после Brexit поменяют паспорта Вот Страна отказывается от любой ассоциации с ЕС Подождите, ну даже в Украине с ассоциацией с ЕС, я не понял Нет, они отказываются Вот какие у тебя ассоциации с ЕС? Представляю себе Европу какой? Ну, Кирилл уже сказал, под каналом пролезть Это все твои ассоциации? Одномажная Европа Ну, я думала, что, знаешь, каждый украинец представляет себе Европу обязательно Там, где можно продать два блока сигарет Ну, я купил дорогу, понимаешь, сразу Так какие еще ассоциации могут быть? Я, кстати, это когда доделал Серьезно? В холодных скандинавских странах И помогло? Ну, да, можно день там нормально себя чувствовать За блок сигарет, да? Представляешь, сколько? А за бутылку водки сколько? Которую вылили Можно было просто ездить и ездить Вот такие бы расточительные, да? Если бы финны это увидели Они бы моллюську, наверное, уже Расчленили? Да, собственно Моллюськи, это же не членисты многие Не получится расчленить Ну, короче Вскрыли бы это, наверное Ну, вот это с Британией, конечно, интересная новость Потому что Паспорта-то в Польше будут печатаны Первые паспорта выйдут уже в начале марта, ребята Так что уже ждать недолго Министерство внутренних дел Великобритании И министр внутренних дел Притя Петель Заявила, что выход из ЕС дал На им уникальную возможность Восстановить свою национальную идентичность Великобритании уже в следующем месяце Проложить новый путь в мир Вернуться к своим традиционным голубым паспортам Ну? После выхода страны из Европейского Союза Правительство планирует Возобновить свою национальную идентичность Ребята, сколько у нас общего У нас тоже головы У нас тоже головы Мне кажется, что каждый украинец Он же в душе брит просто Или англосакс Я тебе так скажу Если немножко затереть обложечку Так можно и с нашим паспортом пустят Кирилл, ты собираешься проверить? Ребятки, если посмотреть фильм «Джентльмены» Гая Ричи То бункеры не только с сигаретами бывают с табаком Там на самом деле может быть разное Вот И мы можем быть к Великобритании даже ближе, чем мы думаем Конечно Поэтому Мне кажется Помните вот эту известную фразу Петра Алексеевича Когда он говорил, что каждый май поехать в Европу на чашечку кавы Кава в Братиславии Венская опера Теперь можно дополнить и за коронавирусом в Италию И за русским рэпом в Лондоне Раньше везли магнитики, а теперь коронавирус Ну корону Ну, кстати, вот вы смеетесь, а ведь туристы-то возвращались на автобусе И много Да, вот сейчас И отказались, между прочим, от нормальной не только госпитализации, но и осмотров Так у нас в день бывает из Италии, на секундочку, по 600 человек возвращаются Подождите, а на Санжарах их всех по месяцу? Нью-Санжаре По месяцу? Там Нью-Санжаре сделают еще возле Подождите, я думаю, что сделают какую-то отдельную обсервацию на Сицилии Знаешь, вот так отделят всех И всех туда или как-нибудь что-нибудь Вот такое подобное Ну что, двигаемся дальше Потому что Я бы там даже пообсервировался Пообсервировался? Ну ты только не в публичном месте как-то, а то нехорошо Двигаемся дальше Генчарук заявил, что для того, чтобы выплатить ипотеку Нужно торговать наркотиками или же грабить банки Ну что, ребятки, есть у вас маски, пистолеты, сумки Медицинские Ну, или какое-нибудь карнавальное можно Знаете, это мне напомнило, когда такой старенький анекдот Заходит таможенник в поезд и говорит Наркотики, оружие, а ему пассажир говорит Знаете, в вашем возрасте пора уже иметь свои Мы вспоминаем себя с тобой, на днях разговаривали И есть ряд телеканалов, на которые есть дополнительные досмотры, да? И спрашиваю, там колющие и режущие предметы есть, если да где есть Он говорит, что? Я говорю, острый Вот главное, да То есть они когда-то выреживались, они такие напрягаются Да, они сразу-сразу, да Мне кажется, кончарук просто выступает в роли такого капитана очевидности Ну высокая эпатека, ну правда Подожди, слушай, он, конечно, может и выступает, но я думаю, что у него есть серьезный опыт Я вот попрошу вывести нам картиночку с нашим премьер-министром Вот так Я думаю, что он уже Продал автомата, платил ипотеку Ну для начала он уже бастовал под несколькими банками, я думаю, он знает, что такое ипотека Невыгодные условия А с автоматом он ходил, он так шел к Пальчевскому Ну, а шубку где он взял? Шубку норковую Из песика, да? Которым погасили Нет, ребятки, мне кажется, что это какой-то чебурашка-пес Это такая шубка из каких-то Необязательно нашего реформатора Ну мне кажется, что тут просто на несколько платежек бы хватило собачьих Что ж вы так? Брагорщина Ну да Нет, но тут еще и другой интересный нюанс Смотрите, мне кажется, первый гончарук показывает, что он не знает, что вообще-то в Европе выгодно сигареты и алкоголь Ну вот мы что тут знали, какие-то там доходы получают, да? А он нам предлагает почему-то наркотики, оружие Что, меняем премьеры, тот, который знает Давайте меняем По классике я работаю Ну то есть Рыгает по классикам Во-вторых, эта новость как-то странно прозвучала Вот по поводу ипотеки В контексте того, что Новосад недавно купила себе квартиру Смогла же Вот И возникает вопрос, как она на нее заработала? По рецептам Сколько она продала? Давайте По рецептам По рецептам Премьера или как? Должен быть индекс Новосад Сколько надо Продать Оружие и наркотиков Для того, чтобы купить квартиру Или точек Ну не очень Страна с него уже полгода смеется Не очень Ну как, со слезами смеется Это праздник со слезами на глазах На самогате ездят Получая, например, у нас там будет суперновость еще о платежечке Есть такая новость Я вот предлагаю Есть такая буква в этом слове Ее сейчас открыть Сейчас мы ее найдем Секундочку Да, вот получаем вот эти платежечки Да, наши прекрасные Волшебная платежечка Сейчас ее надо найти Минуточку Вот Двенадцатая Киевлянке пришла золотая платежечка Между прочим За январь На пятьдесят три тысячи гривен Как Как тебе, Кирилл? Вы же в курсе этой всей ситуации? Я бы сказал, как тебе такой Илон Маск Нет Платежка на пятьдесят три тысячи гривен Самое интересное Что эту платежку Правомерность ее подтвердили И как эта ситуация сложилась У нее У нее Это правдивая новость Да У нее единственное в доме Нет счетчика Поэтому все в доме платят по счетчику А ей А ей пятьдесят три тысячи гривен Добрасывают все У кого что плохо лежало называется У кого все Все остальные скрыли что-то Да А ей вот это все скрытое И добрасывается А почему она вот триста сколько Шестьдесят пять долларов показывает Это уже не хватит Это не она Это что-то Это кто-то И может быть хотят помочь Но вообще сам факт Вот Платежка пятьдесят три тысячи гривен За газ За газ Это только газ Ты понимаешь, это не все коммунальные Да Вот Кирилл, ты получаешь такую платежку Ну Я знаю, куда она пойдет На премию Кобалеву Там все понятно То есть Пятьдесят на Кобалеву А три Витренко Подожди Пятьдесят три тысячи То есть вот так Вот такое разделение Конечно Витренко уже был готов отказаться От своих этих миллионов Но его с премьером все не ставят В этом Он должен помогать маме Он должен заботиться Он должен быть Скажем так Последовательным в своих действиях Что ж быть так уж И Киевлянка говорит Что она Вот Платежки в двадцать шесть раз больше Чем она реально потребила газу Да? Учитывая газ То есть она наверное там могла устраивать Я не знаю баню себе Или организовать какую-то Газовую камеру Что она могла организовать? Ну я не знаю Да? Вот что по версии Газовые вечеринки какие-то А кто-то же выписывал эту платежку Вот так на секундочку В Киев Как она называется Тепло Как это компания Теплогаз То есть ты считаешь что это Циклон Б Там они Не Ну это же не компьютер это высчитывал Ну кто-то же это высчитывал Ну Скорее всего это восстание машин Какое-то знаешь Типа там Это все Диджитализация в действии Ну как это Нефтегаз Перекрывает свои расходы Им же хоть как-то надо Хоть не так То есть ты думаешь это Коболев себе На новую премию собирается? А как вы думаете вот такие платежки Такие ситуации Они спровоцируют очередную волну Ну вот мы с иммиграцией Да говорили с вами Или миграцией Мы говорили что в связи с коронавирусом Да могут многие вернуться Но я думаю что наши соседи Уже потихоньку думают Какие делать нововведения Ну в первую очередь Польша О том чтобы украинцы Могли трудиться гораздо больше И никуда не дергаться Так вот предлагаю Не так страшен коронавирус Посмотреть новость о том Что украинцы в Польше Смогут трудиться без разрешения на работу В два раза дольше Опа Вот вы уже задумываетесь над тем Чтобы поехать на клубнику летом Ну как у нас для этого есть Выездные у нас будут студии Да Генеральный директор конфедерации Работодателей Левитан Гжегош Бачевский Заявил что работодатели Польши ждут Изменения закона о трудоустройстве У иностранцев Которые позволят людям трудиться До двенадцати месяцев Вместо нынешних шести По его словам Это позволит сделать Процесс трудоустройства Иностранных граждан проще И прозрачнее А вам еще на что Довый кодекс нравится Какой двенадцати Часовой рабочий день Двенадцатимесячный Рабочий год И все И без выходных Проходных Отпусков Просто Это национальная идея Знаешь Працюй не в пынну Для того чтобы все не выехали Придется туда Новый Санжаро расширять Чтобы как-то Удерживать Украинцев Ну По периметру Разбегутся все Не ну заметьте Я пока не слышу что Польша зарегистрирована коронавирус Можно ехать То есть пока как бы Интересно Мы им пару тестов дадим Которых у нас Из тысячи Из тысячи У нас же еще много Ребятки Двигаемся дальше Очень резонансная новость Ну скажем Авторами Которой стала Семья Илона Маска Они заявили что Их первенец Сможет Выбрать себе Гендер Как вам такая новость Вот мы же о детях Все о чадах Вам не нравится что Кто-то прыгает Посмотрите как допрыгался уже кто-то Так что может же быть Очень даже серьезно Как это к этому относится Боюсь что это не поможет Дима Харатан Это кстати Подождите Мы только на прошлой программе Обсуждали что нас Вот слуги народа Вносят инициативы О том что могут дети Сами Первенец Выбирает свой гендер Первенец Американского миллионера И изобретатель Илона Маска Сможет сам выбрать гендер Который вам будет принадлежать По словам Мати ребенка Певица Граймс У нее нет желания Оглашать пол ребенка Пока тот не определится Со своим выбором Как передают супер Родители не будут Против подобного выбора Мне нравится издание супер Да Да Супер Супер Ну вот такая вот новость Секундочку Супер С другой стороны Тут какой бы нюанс Помните У нас же тоже в стране Длительное время Например Дети считались неопределенного пола Почему например И мальчики и девочки Бегали в таких Беленьких рубашечках Ну вот если посмотреть Там в 19 веке Ну Детя Воно Воно А с данью моды Это не сравниваешь Правильно В беленьких А? Ну потому что Дань моды была Так воно Детя И все А потом А потом уже определится Да А потом определялся То есть ты считаешь Илон Маск послушал Слуг народа Я думаю что он просто Решил А может он подсказал Кайпануть Как всегда Интересная новость Вот как вы видите Что Украина все таки В тренде мировых основных Вот Мы же говорим Украинизация Вообще В Америке происходит Украинизация И выборов И Я думаю что просто Илон Маск Смотрит нашу программу Думает О! Хорошая тема Надо как бы запустить На Марс Как тебе такой Илон Маск? Как тебе такой Да Ну что двигаемся дальше Слуги народа Планируют Запустить Газету Партийную газету Миллионным тиражом Вот Партия Будет Издавать собственную Какую то Тарасову Правду Каких нам газет не хватало еще Каких нам еще газет Звезда какая нибудь Очередная будет Как она будет называться Давайте подумаем Правда Слуги народа Зеленая книга Зеленая книга Зеленая газета Это было между прочим У Каддафи Зеленая книга Зеленая газета Зеленая газета Зеленая газета Так они же собираются еще и телеканал запустить Партийный Давайте еще радио запустим Партийное Партийное радио Я вообще считаю Такая очень деликатная Как вам насчет того Что Две новости Предлагаю еще рассмотреть Апелляционный суд Киева Подтвердил Восстановление Насерова В должности ГФС И буквально через пару часов Апелляционный суд Опроверг восстановление Насерова На посту Главы ГФС В связи с этим Предлагаю открыть Чудесную картинку Которая просто Экранизирует все происходящее Там где О! Любимый нами Заносите назад Да Заносите Выносите Заносите Все просто У Фемидрыш глаза завязаны Она просто не определилась Вот она Тут одной рукой Да, второй нет Одной рукой занесла А другой вынесла Вот Так самое интересное Насколько я знаю Что Насеров сам попросил Чтобы его не восстанавливали Потому что Если читать Вот там новость В том-то сегодня нюанс Что Они бы его восстановили Но он попросил его не восстанавливать А ну Сарося-то ухандокали экономику И лучше туда не вести же Ну А вообще Это конечно Мне кажется Такой Свеобразный приговор Нашим многим антикоррупционным органам Да Помните Которые бегали с носируем С этим одеялом И так далее И тому подобное А в итоге Заносите обратно Кутюрье Даже выбрали себе Расцветку этого одеяла Ну конечно В качестве принта На своих изделиях Это между прочим Тоже Еще тот Тренд Я помню что Помните там был такой Супер вахтер Как он поживает Когда видите эти новости Аааа Которые не пускал Феофонии Да Вахтером Вот его кстати можно в Нью Санжары Вахтером взять И насилировать Ребятки Как вам новость другая Очень нашумевшая Алексей кстати Долго над ней смеялся Потому что инцидент случился Недалеко от его дома Да В Киеве Голый мужчина Лег на дорогу И звал Андрюху Как вы думаете Какого Богдана или Ермака Как вы думаете Какого Андрюху звал мужчина Я предлагаю даже Видео посмотреть Это отдельная Это отдельная Прелесть Вот Андрюха Он Что это Вот так вот зовут Андрюху У человека трагедия Какая-то просто Как вы думаете Какого Андрюху Все-таки Давайте подумаем Какого Андрюху могли Может еще Шевченко А Богдана А че нет Я же говорю Богдан, Ермак Он уже Ли де Андреа до Андреа Ты все-таки считаешь Шевченко Мне кажется Богдан уже вернулся из Сейшел Помните Он даже накрыл новый постик Как в антикете в свое время Ну так может он доплыл-то домой, а вот с человеком не встретился, и расслабился. А зачем раздеваться? Так мало того, что когда вызвали уже скорую помощь, которая за ним ехала, он встал и ушел, понимаешь? А здесь фэмен, а это будет не фэмен, а мэйл. Что, мэйлмен? Мэйлмен. Маскулин какой-то. Маскулин. Фэмен, да. И зачем вот раздеваться и ложиться на дорогу вот так? Нет, мне больше нравится на немецкий манер дамен унт херен. Вот этот вот товарищ, он как-то очень хорошо попадает в категорию херен, да. А может он акционист, кстати, чего вы об этом не думали? Кто-кто? Акционист. То есть хочешь сказать, что он с гвоздями хотел себя, может это искусство, да, просто пригвоздить на мосту? А Павленский. Павленского на него нет, я хотел сказать. А Павленского и Франция же там хотят, вы знаете. Там же там история. Это же очередное информационное оружие Кремля. Кстати, о Франции. Все было бы смешно, но на улице Садовой. Где, кстати, твоя эта Рио-бассейна? Рио-бассейна, да. Вот, на улице Садовой обнаружен во Франции дом семьи генерального прокурора Ряба-Шапки. Вот. За ни много ни мало полмиллиона евро. Всего лишь. Красивый домик, мне нравится, да? Скромный, со вкусом. Мило. Смотрите, скромный домик генерального прокурора уже без Украины. Курор должен, понимаете, он думает посадить дерево, а по факту это посадить преступника. Вот. Построить дом во Франции. Да. Желательно. Спасибо, что не танцует собака, как Юрий Витальевич Лусенко. Пока. Мы не знаем, Кирилл. Пока. Да. Мне кажется, тогда должно быть новое шоу в Украине dancing with the dog, да? Да. Я считаю, что, скажем так, предыдущие, как правильно сказать, экс-генеральный прокурор построив на этот дом сравнив их с дворцами в конче заспы. Все генеральные прокуроры, которые, да? То есть он посчитал, что это вообще нищеброд. Да. Вы что, не видели хоромы в конче заспы? Ну, хорошо, это как бы мило, но мы просто, я думаю, что пока будем наблюдать. Даже балкона нет. Станет ли это новость, да? Откуда махать платочком? Глобально еще дополнительным аргументом в пользу отставки господина Ребошапки. Я думаю, что это ни для кого особо не секрет, что он связывает себя больше с Францией, нежели с Украиной. Но еще один представитель Dream Team президента может готовиться к тому, что паковать чемоданы, да? А как показывает практика, наши чиновники не достойны даже отставки. Ну, вот ты так говоришь, чиновники. А чиновница, между прочим, одна призвала заменить все советские книги в библиотеках, но украинские. Так что... На е-книги. Е-книги? Е-бук. Ю. Украинский. Ю-буки. Буки. Вот. То есть выбросить вот эти все книжечки? Выбросить. В окно. Джимми, Джой, гости к пионерам. Ну и вообще в библиотеке можно, я думаю, в концессию уже. В концессию, как и университеты, как и больницы. И библиотеки. Нам, кто... И библиотеки, да. Заповел господин Милованов. Да. И потому что, ну как, помещение проставил в центре города. Не, ну просто тут нюанс в том, что... А есть с чем заменить эти книги? А зачем вообще читать? Вот зачем! Алексей, ну что вы такое говорите? Ну вот если бы... Алексей, только фотобой. Ну вот зашел и смотришь на них. Там же есть энциклопедия, научное издание. Будешь переспрашивать у бабушек, дедушек. Ну то есть надо просто если... Ну вот информацию, опыт человечества передавать из уст в уста. Больше фольклора, каких-то, знаешь, лайфхаков, каких-то вот... Роликов маленьких. Маленьких роликов, клипов каких-нибудь. Так вот, зная, что обычно обладают каким-нибудь там секретами долголетия, какими-то знаниями. Нет, так самый парадокс, что по количеству даже, вот если, ну да, мы возьмем тиражи, то Шевченко же в советское время намного больше издавали, чем сейчас. То есть, получается, призывают и Шевченко с Лессией Украинкой все это убрать. Если это советские издания, выкинуть в пропасть. Ну там уже миллионы, миллионы тиражей, да, вот там произведение Шевченко, Франка, Лессии Украинки, которые в советское время издавали. Их намного больше издавалось. Да, да, да. То есть, получается, это предлагают от всего этого, что ли, как бы выбросить это, что ли? Не выбросить, а цифровать. Заменить на фотообои. На фотообои. Ну а как еще. Так, переходим к следующей новости. В Японии скончался самый старый мужчина планеты, который до этого успел раскрыть свой секрет долголетия. Интересно вам узнать? Да. В эпоху коронавируса еще бы. Как же это сделали? А вот мы сейчас... Он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса и скончался в возрасте 112 лет. О! Наши ангелы открыли нам. До своего 13-летия он не дожил всего 9... Поэтому можно считать, что почти... Так, так, так... У него 5 детей, 12 внуков, 16 правнуков, один... Так, 16 правнуков и один праправнук. А вот я думаю, там вот секрет ниже. А может там его вообще и нет, мне кажется. Объясняю секрет своего долголетия. Тиццао Ватанбе говорит, что жить нужно улыбаясь всем в этом мире. Это вот то, что делает наша программа. Улыбочек всем. Да, улыбочек, вот. Улыбочек, смайл. Даже с такой песней, между прочим, выступали на Евровидении. Помните, у нас была такая... Так что, между прочим, люди, которые смотрят нашу программу, они себе повышают жизнь. Улыбаться, улыбаться, еще раз улыбаться, как завещал великий японский долгожитель. Вот теперь вот. Есть и рыбы еще надо. Тут поосторожнее все-таки. А коронавирус? Ребят, я предлагаю закончить, переходить уже к самой такой, на мой взгляд, красивой новости. Мы столько уделили внимания сегодня с Анжаром и коронавирусу. Да, давайте отметим, что волонтеры из Харькова в знак поддержки раскрасили мост. Вот я считаю, что после этого никакой коронавирус не пройдет. И вообще все мости, которые раскрасены, они защищают Украину, как и береги. Вот, мы видим. А если не раскрасены, то берите краски, кисточки, улыбайтесь. Мы приехали до Новых Санжар, привезли с собой повагу, доброту тим хлопцем над девчатами, которые сейчас находятся в обсервации. Мы хотим показать, что тот горячий прием, который был 20 люта, и непоказовым. Вся Украина их поддерживает. Вот. А если бы не раскрасили до приезда моста, может, ничего и не было бы? Вот вся проблема. Видите, то есть люди отозвались на фразу... Вот в Николаеве мост упал почему? Потому что они раскрашены. А тут люди, видите, отозвались на фразу Владимира Зеленского, что новое средневековье. И решили показать, что нет никакого нового средневековья. Ну, хорошо, ребятушки. Давайте все-таки мы не можем не затронуть самую еще такую резонансную тему недели. Конечно же, это кандидаты на пост премьера. Как вам запуски разных слухов? 3К. Тут есть три кандидата. Три кандидата. Премьера, да. Как вам насчет господина Тегибко, который может появиться у нас в архитектуре власти? Как вам новости или другие фамилии? Какие звучат? Кого предлагаете? Он ансамбль с Петром Алексеевичем. Они как-то дуэтом выступают. С кузницей? Да, с кузней на Рыбальском. Не подходит. Не подходит. Кто нам подходит? Кого берем? Этих посмотрим еще, да? А кто бы подходил? Не, ну там, мне кажется, очень интересна такая история. Потому что внутри, насколько я понимаю, идет сейчас такая дискуссия. Гончарук говорит, давайте, может быть, и он, только пусть вице-премьером, а я останусь премьером. А я ему говорю, нет, может быть, ты как бы уйдешь с премьерства, а наоборот, мне статья поставили. А он такой, не могу, у меня же самокат служебный стоит. Вот, самокат. Кружочек надо сделать. Пришвартованный. Еще впереди такие вот суперпланы там, да, по поводу всяких продаж и всего остального. Радиоэропортов я еще не построил, я не могу уйти. Да. Все дороги еще не поремонтировал. Вот. Передите мне паспорт, я бы ушел, но не могу. Да, вот. Поэтому разные звучат фамилии, разные интриги, но это все надо думать, надо думать. Иллюстрацию надо отменять. Вы же знаете, что ЕСПЧ окончательно признали, что закон иллюстрации в Украине нарушает права человека? Никакой иллюстрации. И вернутся все кадры. И с сундучка дедушки Кучмы. То есть и мусор поснимать придется? Да подожди, мусора хватает. Ты видел, Николаев? Нам еще, о-о-о, кадрового у нас тоже достаточно. Вот мы видим эти дождания, где это решение принималось. Нам есть ПЧ такое. Это какой-то областной цирк, по-моему. Я не знаю. Кирилл. Почему? Это современный европейский архитект. Ты что доедешь? Хорошо, что вы не сталкивались с этой инстанцией. Кирилл, ты что доедешь? Не писали туда письма и не просили защитить вас. Нет, на самом деле это очень интересно. Мне интересно, вот я видел даже такой некий флешмоб, что после этого решения сделает моллюска. Залезет на стол, залезет под стол. Нет, ребятки, мне кажется, что интересно. Ну что-то он должен сделать, да? Выключить свет. Я еще не сказала по поводу мусорной иллюстрации. У нас же это был как раз такой тренд, помните? Всех бросать в мусорник или зеленкой обливать. Вот такие иллюстрации можно проводить или нельзя? Или вот это тоже незаконно? Ну там вообще интересно. То есть есть причем, в принципе, сказать, что этот закон не конституционен, да? И что его вообще нужно отменить. А я слышал в министерстве иститов, говорят, нет, мы займем какую-то комиссию, туда можно будет обращаться с жалобами. Но мы как бы ничего отменять не хотим. Это сам факт, что Европейский суд по правам человека. Ребята, давайте в нашей стране все-таки чтить права человека. Тогда их не надо будет нарушать, в судебном порядке что-то доказывать, ограничивать. Поэтому дай бог, чтобы у нас были только качественные, профессиональные кадры во всех сферах, да? И права человека никто наше не ущемлял. И Кирилл не пришлось отбивать пороги вот этой институции в Европе. Может, ты туда и едешь просто? Признавайся. Это как это, в знак протеста, как малюсика, не буду выходить из кабинета. Или поедешь вверх ногами, потопаешь. Полечу на этом, на самолете, в обратную сторону. На дельтаплане. Кстати, это же соответствует зеленой энергетике. Я буду долго гнать велосипед. Ну, вот как-нибудь на какой-нибудь Тур-де-Франции и поедешь. Можно на велосипеде поехать. Нет, в тренде самокаты, я с тобой же говорил. Только на самокате. А ты умеешь кататься, кстати? На самокате? На самокате. А зачем? Он же электрический. А на велосипеде? На велосипеде. На традиционном самокате. Припоминаю навыки. На чем? Рассказывай, как ты едешь? Автобусом, маршруткой, поездом. Может, ты поедешь еще немецкую железную дорогу? Как завещал Петр Алексеевич, только лоукостами за 10 евро. Что, больше нет? Уважаемая редакция, заплатите Кириллу, пожалуйста, зарплату. Он не может нормально летать. Ну, что же вы так не уважаете этого человека? Бас еще есть там. Может, он вообще едет в товарном каком-нибудь вагоне? Бла-блакар. Бла-блакар? Ты лицом не вышел, тебя не посадят в машину. Нормально ты патрилил. Или наоборот. Как звезда. Как звезда. В роли свадебной куклы на хвосте. Есть тысяча и один прием, как попасть в Польшу на клубнику. Ну, и расскажи. Я уже вам рассказал, как это делают алжирцы. Тысяча и один прием. Давайте, уважаемые зрители, вы нам напишите в комментариях, какими способами Кирилл может попасть в Европу. Знаете, как это? Даша, следопыт. Давайте поможем Кириллу попасть в Европу. И самое главное, потом вернуться сюда. Да. И на этой ноте мы будем заканчивать нашу прекрасную программу и ждать ваших советов. До новых встреч. Всем пока.